Шериф наверстывает отложенные матчи в национальном чемпионате. У нашей команды есть еще три игры в запасе, и сейчас терраспольчане на третьем месте. Накануне терраспольчане на малой арене принимали аутсайдеры чемпионата клуб Флорешты. Нули на табло продержались недолго, до середины первого тайма. И снова, как в матче с Шахтером, идеальную по точности голевую передачу сделал крайний защитник Кристиану. А Бруно Филиппо хитрым ударом перебросил вратаря. До перерыва у шерифа было еще несколько возможностей забить. К примеру, после очередной передачи Кристиану бил Трауре, но Флорешты спас голкипер. Сразу после перерыва Адама Трауре шансов вратарю не оставил. В концовке встречи в воротах гостей побывало еще два мяча. Сначала Раделич после подачи с углового довел счет до крупного, затем точку в противостоянии поставил вышедший на замену Даго. У нас были моменты, просто надо было реализовывать еще в первом тайме. После второго забитого мяча появились зоны, появились моменты. В принципе, собирали, могли забить и больше. В эту субботу шериф проведет еще один матч. Чемпионаты играют в Терновке против Динамо Авто, после чего эти распольчане отправятся в Испанию. Там во вторник наша команда сыграет с мадридским Реалом. Накануне королевский клуб в своем чемпионате разгромил Мальорку 6-1. Хитрик оформил Марко Асенсио. Дважды ему ассистировал Бензима. Француз, помимо голевых передач, отметился в этом матче еще и дублем. Еще один соперник шерифа по групповому раунду Лиги чемпионов Донецкий шахтер накануне в суперкубке разгромил киевское Динамо 3-0. Неделю назад терраспольчане обыграли Горняков со счетом 2-0. Что касается миланского Интера, с которым шерифу играть в Террасполе 3 октября, эта команда лидирует в чемпионате Италии и в прошедшем туре обыграла Феорентину 3-1.